Девушки отдыхают Пятый номер третьего. Быстрее мог. Зуб даю, все пыли оставить. Ставить будешь? Твоя прошлая железная наводка стоила мне недельной зарплаты. Да ладно, это другой случай. Сто процентная гарантия, не ошибешься. Девушки отдыхают Ладно, давай. Вот так-то. Эй, не пожалеешь. Ну что ты пристал? Не понимаешь нормального языка? Не надо за мной везде ходить, как пудель. Думаю, наше знакомство прошло не лучшим образом. Следует забыть об этом, начать заново. Что скажете? Знаешь, у меня пластиковый болван вместо напарника, и я терплю. А если ты думаешь, что мы друзья, ты и правда редкий болван. Девушки отдыхают Как с голубем. Только робота убери. Без шансов. Он везде за мной ходит. Видал? Калорийность вашего обеда почти на 50% превышает суточную норму, а холестерина в два раза. Это же вредно. Надо же от чего-то умереть. Не хочу вас пугать, лейтенант, но я думаю, ваши друзья занимаются нелегальной деятельностью. Всякие в этой жизни крутятся как умеют. Они никому не мешают. Я их не трогаю. Вы хотите узнать что-то обо мне? О, нет. Хотя... Да. Почему ты выглядишь как придурок и говоришь странным голосом? При создании андроидов Киберлайф учитывается фактор восприятия. Мою внешность и голос специально разработали для гармоничной интеграции. Ну, налажали. Позволите личный вопрос, лейтенант. За что вы ненавидите андроидов? Есть причины. Рассказать вам, что известно о девиантах. Читаешь мои мысли? Валяй. Иногда в программном обеспечении некоторых андроидов происходит мутация, что приводит к эмуляции человеческих эмоций. Попроще. Можно? Эти эмоции не настоящие, но они вызывают противоречащие друг другу команды. И андроид может стать непредсказуем. Да, эмоции всегда все портят. Видать, вы не так сильно от нас отличаетесь? Ты уже работал с девиантами? Да, приходилось. Девиант угрожал спрыгнуть с крыши с заложницей. Девочку я спас. То есть ты хорошо подготовился, да? И типа, все теперь про меня знаешь? Я знаю, что учебу вы закончили с отличием. Быстро сделали себе имя и стали самым молодым лейтенантом в Детройте. За последние годы получили несколько дисциплинарных взысканий. Проводите много времени в барах. Ну и каков твой вывод? Работа с человеком, который имеет сложную личность, несет в себе трудности. Но адаптация к человеческой непредсказуемости – одна из моих функций. Поступило сообщение о возможном девианте. Это в соседнем квартале. Мы пойдем проверить? Я вас подожду. Если понадоблюсь, я в машине. Эй, Коннор! У тебя батарейки сели? Извините. Я отправлял рапорт в Киберлайф. Ага. Ты так и будешь торчать в лифте? Нет. Я иду. Что мы знаем об этом парне? Немного. Один из соседей сообщил, что слышал... ...на этом этаже странные звуки. Тут вроде бы никто не живет, но... ...он видел человека, который прятал под шапкой диод. Ха, господи, если мы будем разбираться с каждым странным звуком, людей не хватит. А ты что, правда отправлял своим рапорт из лифта? Просто закрыв глаза? Верно. Черт. Мне б так уметь. Есть тут кто? Откройте, это полиция! Держись за мной. Есть. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...